По Иисусе и Досто два слепца, зовущие глаголюще, помилуйны Иисусе, Сын Давида. Как будто в обличении нам братья Святая Церковь вспоминает ныне сию евангельскую историю о двух слепцах. И в самом деле, не обличение ли нам, что два слепца не были еще просвещены святым крещением? И однако же, кому следует? За кем идут? Смотрите, у кого они милости в нужде своей ищут. Слышите, по Иисусе сказано и Досто два слепца, а мы, имея здравыми очи телесные, хвалимся, что и души наши просвещены верою во Христа и святым крещением. И однако же, осмотримся, за кем мы идем, кому последуем, Иисусу ли? Многие ли из нас только имя христианское на себе носят, а по жизни и по делам вовсе не христиане, ибо ни о чем не хотят следовать за Христом? Христос Спаситель жил на земле в кротости, воздержании и чистоте, а из нас многие всю жизнь свою проводят в угождении в локи, в пьянстве и распусте, в распрях и зависти. Христос Спаситель, будучи злословим, никого не злословил, страдая, терпев, и даже о врагах своих молился. А мы, напротив, не только злословящих, но часто и благословляющих нас злословим. А о врагах не только не молимся, но всячески стараемся отомстить им. Христос Спаситель никогда слова праздного не сказал. А мы празднословим, осуждаем, часто совсем не повинно клевещим на ближнего своего, не щадя его чести и доброго имени, его благоденствия. Так что на все сбывается Слово Божие, гроб отверст гортан их. Христос Спаситель смирил Себя, послушен был даже до смерти, смерти же крестные. А мы в чем-либо малом не хотим уподобиться Ему в страдании. Желаем за Христом украшаться царским венцом на небесах, но не хотим разделить с Ним тернового венца, бед и скорбей на земле. Желаем идти за Христом, а не хотим пить с Ним чашу страданий, и как бы не слышим, что Он же и говорит, и же не примет креста своего, и вслед мне грядет, не с мне достоин. Ватфея 10.38 Вот таких-то нам подобных, мнимых христиан, и вопрошал некогда святитель Иван Златоуст. Скажи мне, почему я могу узнать, что ты христианин? По месту ли? По одежде ли? По пище твоей или по делам твоим? Не по месту, ибо истинного христианина место досточтимое, место святое Церковь Божия. А ты проводишь время в праздности или на улицах, или в корчевницах. Не по одежде, ибо не носишь ты одежды смиренной, какую носил Христос, а украшаешься богатой одеждою, приобретенной от неправды. Не по речам твоим, ибо для тебя большое удовольствие божиться напрасно, осуждать ближнего и кривитать на него, даже сквернословить. И не по пище твоей, по сладким яствам твоим, ты не можешь называться учеником Христовым. Не по делам ли? Но все поступки твои полны лукавства и обид ближнего твоему. Смотри и внимай сам золотым словам златословного Учителя. Не все ли это обретается в нас самих? А мы еще так смело хвалимся пред всеми, что мы христиане. Но поймите, братья, что если мы носим только имя христианское, как неплодная смоковница, носимая только листья, то как бы нам не подвергнуться тому же страшному проклятию, какому подверглась она? Что же нам делать, чтобы не по имени только, но и на деле быть христианами? Чтобы избежать его грозного осуждения от Господа? Поспешим вместе с онами, с непцами за Христом. Всегда последуем Ему единому, последуем Ему в смирении и кротости. Последуем в воздержании и нищете. Последуем в незлобе и чистоте. Кратко сказать, будем празднословно веровать во Христа и соблюдать все Его спасительные заповеди. И Господь просветит наши очи душевные. Так что мы будем в состоянии сначала на земле созертать Творца в Его творениях, а потом удостоимся наслаждения и на небесах невечерним светом в зрении Пресвятого Его Лица. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok